Мы сейчас будем гулять по старым окраинам Тёнигсберга. Это одно из немногих мест, которое осталось после бомбежки 1944 года, потому что весь центр, он как роковой, перестроен уже Советским Союзом. А здесь, на окраине, бомбили меньше, поэтому какие-то здания старые европейские еще остались. Сейчас будем ходить и их наблюдать. Я вам показываю, если я наблюдю. Если, да. Даже на отпуске покоя не дали. Все-таки, наверное, одна из главных особенностей, это грушат Крымный, но на прорежьей части, потому что, ну, у нас в России, это не ебаный, потому что такого нет классного. А тут есть. Это классно. Вероятнее всего, в этом видео будет мало информации, но просто посмотрите такой контраст. Дом уже все равно более новый. И вот такой вот старенький. Такая крыша там еще с окнами. Прикольно смотрится. Ну или вот такой контраст у дома. А ведь это один дом. Так, это здание имеет название Болгшуле. В 44-м году немецкие дети в последний раз здесь были на занятии, а потом нехратино выезли на другое место. Сейчас такой-то гимназия номер один находится. И тут уже российские детки. Ну да. Вообще, я почему-то думал, что все местные местные, которые жили в городе Кенигсберг, оно осталось. Но вчера Яна сказал вам о том, что их всех вывезло, а сюда город Калининграда вернется на русскими людьми. Ну, здесь из различных мест. Из Рязани, там, из Оренбурга и так далее. И это так, что-то введено весьма печально. Опять же, какие-то военные действия накладывают. Вот этот отпечаток на судьбу людей. И пока что, мне кажется, во всем городе Калининграда эта мысль о том, что немцев переселяли, русских сюда специально заселяли. Пока что у нас самое сильное ощущение, которые у меня здесь появились. Подхожу и думаю об этом. Ну и дома, конечно, интересные стали. Все-таки какие-то немецкие. Не привыкли смотреть. Но все-таки эта мысль пока самая эмоционально яркая у меня на данный момент. Причем мы сейчас с Сашей гуляем и поняли такую мысль, что мы за вот сутки нахождения здесь, и, в принципе, мы ходим пешком везде, мы не видели на улицах мусора. То есть даже бычков каких-то, бутылок, сигарет, пачек, то есть вообще ничего. Город очень чистый. Как им это удается? Это же... Мы точно в России? Просто... Это странно. Вот, например, у нас в Нижнем вот этот аврак был бы завален уже не пойми чем. Да, потому что такой рак – это весьма благоприятное место для скопления мусора, потому что он тут не выдувается. У нас в принципе около даже вот лавочек, где стоят ровно, всегда все равно валяются какие-то окупки. А здесь... Ну, здесь есть, в меньшей цепле. Ну, это, да, это такой прям очень маленький. Не бросается в глаза, по крайней мере. Да. Это очень классно. Ну, вообще. Не знаю, как им это удается, но, блин. Могут же, могут же, и русские могут. Пиздец. И все-таки очень много зелени. Еще раз, надо это признать. Приятно по теньку ходить. Особенно в такой жаркий денечек. И вот, кстати, вот эти вот саня, которые такие одно-двухэтажные, частные. Они такие тоже европейские. Старые здесь. И окна старые, деревянные, что приятно. Не везде, конечно, но очень частые. И окна не пластиковые. И пусчатка. Красота. Одним словом. Угу. 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 Я и не ожидал что-то в подобном месте увидеть, подобное. Ну там в таком, ну, непонятном здании, непонятном, я не знаю. Очень неожиданно. Это же так вот с одной стороны улицы современное здание, а с другой такие вот прикольные трёхэтажные дома старые. Немецкие. Окна просто пластиковые всё-таки уже. Молодцы, почти что с пластиковыми окнами уже не так смотрятся классно. Это удобно, но круто, когда старые деревянные окна рисовываются и вставляются под оригинал. И вообще это самая идея крутая. То, что не просто на чайбись в пластиковые стеклопакеты стараются, а люди иногда занимаются там, стараются. И это круто. Ну и даже не только люди, а правительство региональное. Мы набрали на школу Крауса и Кипеля. Это школа для мальчиков и девочек. Тоже старое здание, но оно, как мне кажется, очень выделяется по своим габаритам. Потому что в основном здания, которые мы тут видели, они одно-, двух-, трёхэтажные. Это прям такое, оно прям огромное по сравнению с остальными. И что классно, у них у всех характерные красные крыши. Это прям так прикольно, когда в одной стилистике строились дома, здания. Это очень прикольно. Как тебе? Мне нравятся часы. Часы, да. Кстати, время-то у нас полтретьего. Время-то у нас обеднее. Очень кушать хочется. Идём кушать. Правда? Да. Голодная Аня дорвалась на бизнес-ланча. Голодная Аня дорвалась хоть до какой-нибудь еды. И я не нравюсь я у меня. Пусти, что может быть лучше в отрыве с кем? Боже. Это вкусно. И как должен тогда ходить в нос? я много раз слышала что все блогеры очень много едят я не знаю как все но я точно скоро начну есть очень много мне кажется вы меня ее прекратите Покатим? Покатим? А что такое? А что такое? Давай, не буду. Не получилось. Мне зашла ложка. Мне надо мне издевать. Видите как? Ладно, я сейчас возьму события. Давай, давай. Да ну тебя есть. Потом я у самого всё. Всё стынет. С вами рубрика цитат великих людей. Сейчас Аня говорит. Вот поела, на животе стало тяжело. Зато на душе легко. Приятнее, я сказала. Как она сказала, а? Просто вымолвила. Мы зашли до сквера Шопена. Вы слышите эту музыку? Я не слышу. А вот, собственно, он сам. Совсем не изменился. Вообще, если вы будете искать достопримечательность календарок, скорее всего, в Америке то очень много сериалистичных уплывов в этом городе. И вот, одни из них это Брэденбургские ворота. И они одни из немногих, кто более-менее оставил свои функции. То есть, это правда ворота, через которые машины проезжают. Все остальные, они уже функции ворот не исполняют. А просто осталась только окантовка здания. А эти будут меня исполнять. Ну, это, наверное, самые прикольные ворота, которые мы здесь видели. Все как. Ну, да. А еще я заметила то, что тут даже вельсы сомканились. Из каких-то былых брынов. Потому что вот там и эти нет. Да, действительно. Через них когда-то приезжал хамальчик. хамальчик. Вот и все. хамальчик. Мы прошли в город через Бранденбургские ворота. Градские ворота. 1745 год. Станьки. Друзья, мы зашли в музей Макцепана. Но к нашему стыду мы не знаем, что это такое. Поэтому мы купили целую кучу вкусняши. И походу это что-то съедобное. Сейчас пойдем домой. Тут очень шумно. Макцепановый кофе. Да. Макцепановый кофе. Там есть. Один, два. Ну и сто. Пять, господи. Сейчас еще узнаем, что такое кофе с Макцепановым. Он не крепкий, а такой вот и десертный. Оригинальный кофе. Это Макцепановый кофе. Это миндальный кофе. Мммм. Это так вкусно. Да, это похоже на кофе из моего любимого кофе-акномада. Только утроенный эффект. Вкусно. Ммм. А еще он горячий. И в жару в 38 градусов вообще самое то, что надо. Просто Аня молодец. Ну да, я даже попробую. Он и крепенький. И в то же время вкус Макцепана довольно прям сильный. Ну, Макцепана вот это орешка. Вкусно. Ну, прям вкус миндальный. Миндальный. И пахнет миндалем. Прям яркий вкус. Очень ярко выросли. Вам кружинку вот миндаль ешь. Ну, кстати вкусно. Маммм. Ладно. Угу. Не хочешь кофе? Да, Саша? Нет, нет, не хочешь. Не распробовал, да, еще? Вот так вот отжимает уже на все. А мы пришли на почту, и у нас наша традиция жила. Павля, сегодня только две открытки, одна нам, одну я разыгрывал в своем инстаграм. Ну, почему только? Вообще-то раньше мы вообще только себе отсылали. Ну, да, тем не менее. Изначально. Да, но традиция жила. Мы себе не изменяем. Открываем? Да! Пока! Все, мы идем гулять дальше. По городу в Калининград. Какая тут духотище вроде. Ходим вернемся на почту. Ходим еще к нам, где-то в война. Да, да, ребятка, мы открыть. У нас уже полно времени, 3 дня впереди. Вы там это, вжите. Так, Аня, Аня, что ты с моим обьем делать? Я собралась ехать кататься на раме. И что, это тебе, думаешь, прикольно будет? Я не знаю, я боюсь. Пойдем кататься? Я боюсь. Мне страшно. Нет, я не знаю. Я не знаю. Я не знаю. Давай! Мама! Оп! Давай, 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 садись! В общем, ребята, я всегда хотела покататься на катамаранах. У нас на озере стоят, да, Саш, всё время катамараны, но они, сказать вам по правде, как дырявые вёдра, просто ржавые. И тут я всегда мечтала о жёлтом кабриолете. Вы что, должны сбываться, Сашка? Конечно. Да. И я так считаю. Поэтому мы решили поплавать. А руль крутится? Нуж за рулём. Нуж за рулём. Нуж за рулём. Я отдыхаю. Так, самое время попробовать наши марципановые ботончики. Ребята, мечты сбываются. Всегда хотела жёлтых баралет. Всегда. Муж. Спасибо, дорогой. А, хейтеры не верили. Да. Никто в меня не верил, а вот она я. А я хотел бы повесить мультипальный батончик с жёлтым кабриолетом в Венеграде на Верхнем озере. И вот он я. И вот он батончик. И вот он я. Как я думал, цепан. Но коже было вкуснее. Ну а это миндальная мука. Да. В принципе, мне нравится, в принципе. Ребята, мы в общем покатались. Это было круто. Довольно? Очень. Если вы никогда не катались на кармаранах, обязательно покатаетесь. Только на каких-то прикольных, как мы. Блин, я вообще не знаю. Есть люди, которые не катались на кармаранах, которые у нас. А почему нет? Не знаю. Но мы-то же почему-то не катались до сих пор. Мне кажется, очень плавно вообще такое времяпрепровождение. Ну, иногда люди любят всё откладывать на потом. Как мы. Поэтому не откладывайте, как мы.